Слово предоставляется его превосходительству Абдалю Ахмеду Аль-Джубер, министру иностранных дел Королевства Саудовской Аравии. Во имя Господа милостивого и милосердного, Ваше превосходительство, председатель Генеральной Ассамблеи, генеральный секретарь ООН, дамы и господа, прошло 70 лет с момента создания Организации Объединенных Наций. Мы собрались сегодня здесь, чтобы вместе рассмотреть принципы и цели, заложенные в уставе ООН. Моя страна была страной, подписавшей устав в 1945 году. Все мы понимаем, что ООН была создана из развалин Второй мировой войны, в то время, когда были высокие финансовые человеческие жертвы. Поэтому это заставляет нас понять важность поощрения принципов, закрепленных в уставе, принципов, призванных обеспечить безопасность и мир на планете. Среди них предупреждение разрушительных смертоносных войн и конфликтов. Необходимо помнить о том, что основной принцип и цель – это поддержание международного мира и безопасности. Это может быть достигнуто лишь за счет мира и справедливости в нациях, а также соблюдения международного права. И, в частности, принципа суверенитета государств в соответствии с Конвенцией 1948 года, в которой суверенитет заявляется как основа. Палестинский вопрос – это постоянный пункт в повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН. Несмотря на все инициативы и мнения, высказанные по сей день, палестинский народ по-прежнему страдает и лишен своего права жить в условиях достоинства. Это вопиющее нарушение международного права и резолюций международных органов. Нам безотлагательно необходимо решение Палестино-Израильскому конфликту на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Арабской мирной инициативы, которая была принята 13 лет назад арабским и исламским миром. Она заручилась широкой международной поддержкой, с тем, чтобы создать палестинское государство, независимое государство с Аль-Шарифом в качестве столицы. Именно поэтому мы повторяем то, что мы осуждаем нарушение Израилем в мечети Алякса. Это лишь усугубляет конфликт и ухудшает ситуацию в связи с терроризмом и насилием во всем мире. Кризис в Сирии длится уже третий год. Международное сообщество по-прежнему не способно принять решительные резолюции для того, чтобы избавить сирийский народ от машины убийств, разрушений и эмиграции, которые вызваны Башаром Асадом, в результате чего погибли 3 тысячи людей и были перемещены 12 тысяч сирийцев. В результате чего возникла самая серьезная гуманитарная ситуация. Единственным решением этому кризису является политическое решение, основанное на Женевском коммунике, с тем, чтобы сохранить единство в Сирии, сохранить государственные институты в стране, будь то гражданские или военные институты, и сформировать переходный совет. Башар Асад и все те руки, которых запачканы невинной кровью, не имеют места в этих институтах. Мы одна из первых стран, которая поддержала сирийский народ и призвала влегчить их страданиям. Законные коалиционные силы сделали много достижений в Йемене. Главное из них – это освобождение штата Эден и освобождение пролива Бавермэнтен. Таким образом, была обеспечена свобода морского сообщения. Военное решение – это крайняя мера. Была захвачена президентский дворец, и таким образом был поставлен под угрозу законный президент. Была проведена военная интервенция на основе просьбы со стороны законных властей Йемена и в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Мы пытаемся изыскать политическое решение, основанное на инициативе ТССИМ и выводах, результатах международного диалога, а также резолюции Совета Безопасности 22.16. Хотя мы признаем то, что хуй ситы являются неотъемлемой частью социальной ткани в обществе. Это не наделяет их прерогативой действовать злонамеренным образом за пределами Йемена, в ущерб йеменскому народу. Они пытаются усугубить кризис в Йемене за счет контрабанды оружием. Королевство и ее партнеры активизируют свои усилия, направленные на то, чтобы оказывать гуманитарное содействие Йемену. Центр Его Величества, короля Сулмана, по гуманитарным действиям оказывает содействие братскому народу в Йемене. Его высочество является хранителем, гарантом двух мечетей. Он пытается исправить и улучшить положение йеменцев, которые проживают в королевстве, предоставляет им занятость, а также возможность в плане образования и здравоохранения. Реализация принципов и целей Устава ООН должна быть основана на поддержании международного мира и безопасности. Мы были одним из первых государств, которые призвали к созданию зоны свободной от любого оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Поэтому мы приветствуем недавнее соглашение между группой друзей с Исламской Республикой Иран, призванной не допустить попадания ядерного оружия в руки Ирана. Мы также призываем Иран отказаться от своих отрицательных вмешательств в арабские дела. Мы желаем создавать добрососедские отношения с Ираном на основе взаимного уважения и доброседства, а не вмешательства в дела других стран. Кроме того, мы призываем Иран прекратить оккупацию трех арабских островов в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы входим в число государств, которые пострадали от терроризма. Мы продолжаем бороться с терроризмом. И мы преисполнены решимости положить конец этому явлению терроризма. Мы были одной из первых стран, которые начали борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. Мы выступаем против того, чтобы террористы приписывали свои деяния Исламу. Мы проповедуем сдержанность, смирение и любовь. Мы уделяем первостепенное значение вопросам развития, особенно в развивающихся странах. Успешное развитие зависит от уважения особенностей, будь то исторические, культурные и религиозные особенности разных государств. Это означает то, что устойчивое развитие должно быть связано с конкретными целями абсолютно всех государств и должно учитывать их уровень развития. Именно поэтому мы принимаем активное участие в формировании, принимали активное участие в создании ЦРТ. В заключение, позвольте отметить, перемены в нашем мире и разнообразные трудности, с которыми мы сталкиваемся, делают для нас необходимым укрепить роль ООН и активизировать работу ее органов. Необходимо провести реформу Организации Объединенных Наций с тем, чтобы она шла в ногу с изменениями на глобальной арене. Благодарю вас за любезное внимание. Я благодарю его превосходительству, Адель Ахмед Альджи, веро-министра иностранных...